Валерий Валерьевич, здравствуйте. Витаю. У вас нет сомнений, что выборы будут сфальсифицированы и собираетесь стать на защиту голосов избирателей? Вы снова готовы взять вилы в руки? Безумовно. На мою думку, сегодня мы имеем приклады и факты масштабных спроб фальсификации, использования админресурсов, сложивания владой. Это наибруднейшие выборы, которые есть. Вот вы сейчас показывали Хендовского, то его повноважение разом всей Центральной выборчей комиссии припинено еще в червне прошлого года. Однако они по сегодняшний день продолжают работать, как может Центральная выборчая комиссия, повноважение которой припинены, организовывать выборы. Поэтому я утверждаю, что есть все основы для того, чтобы оскорбить результаты выборов, оскільки за бюллетеней, которые друкуют в Мариуполе или в любом другом месте, бюллетеней не имеют никаких знаков защиту. То есть можно надруковать, где угодно, что угодно. Я утверждаю, что есть все основы побояться о фальсификации влады результатов выборов. Но эта неделя не пленарная. Вы добиваетесь внеочередного заседания для того, чтобы рассмотреть закон о снижении ренты на природный газ и что, по вашим заверениям, приведет к снижению коммунальных тарифов. Абсолютно правильно. И мы понимаем, что это животрепещущая проблема для большинства избирателей. И лоббирует ее не только ваша партия. Но почему именно сейчас вы озаботились этой проблемой? Почему не полгода назад? Насправді, мы и впродовж пів року назад, и сейчас, и за закон мы голосовали. И сейчас, почему именно сейчас так активно? Потому что сейчас, когда я езжу по Украине, люди ставят это главное вопрос. Это они за страхом ждут платежки на коммунальные услуги. И именно поэтому мы вместе с коллегами из Батьковщины, из самопомощи, позафракционными народными депутатами, требуем от Гройсмана скликание позачарого заседания парламенту, чтобы принять закон о скасывании рентной платы на газ. Видобуток украинского газа это даст возможность снизить радикальную вартисть газа. Радикально это на сколько? В два раза? Да, это вероятно не в два раза. Но дело в том, что некоторые аналитики говорят, что снижение ожидается всего лишь на 5-10%. Нет, насправді больше. Но мы пропонуем еще один элемент для того, чтобы радикально снизить вартисть тарифов. Это чтобы на послуги житлово-коммунального господарства шел лишь газ украинского видобутка. Потому что сейчас берут импортный газ, берут украинский газ, смешивают и направляют на ЖКХ. А мы наполягаем для того, чтобы у двести в трече снизить вартисть тарифов на ЖКХ, только украинский газ, который стоит значительно дешевле, чем импортный газ. А импортный на промышленность нехай еде, на производство еде, а на ЖКХ украинский. И это даст возможность у двести в трече снизить тарифы. Очевидно, что выгоду получат газодобывающие компании, которые будут получать сверхприбыли, не платя эти налоги в бюджет? Нет, на самом деле выгоду в первую очередь отримуют споживачи. Потому что когда они отримуют дешевший газ, который идет на послуги ЖКХ, как наследок дешевшие послуги, которые надает ЖКХ. И это еще не все. Мы с депутатами-радикалами зарегистрировали законопроект про ликвидацию нафтогаза. Сегодня нафтогаз – это коррупционная контора, которая ничего не споживает, ничего не вырубляет. Мы предлагаем ликвидировать нафтогаз и 50 миллиардов гривен, которые в бюджете этого года предназначены на нафтогаз, направить на повышение заработных плат и пенсий. Потому что те копейчане доплаты, которые дала влада, хай она сама на них поживет. А вот еще интересный факт, что за этот законопроект, который вы так рьяно отстаиваете, 6 октября вы же не голосовали в зале? Голосовали, наша фракция голосовала. Ваш голос не был засчитан, вы отсутствовали в зале? Да, у меня в зале лично не было, но вся наша фракция голосовала. Хорошо, еще есть такое мнение, вернее, это позиция официальной власти, что со снижением ренты государство недополучит налоги, а это именно те средства, по которым начисляются субсидии на оплату коммуналки. Вот те самые 24 миллиарда гривен. Вы это учитываете? Безусловно, есть позиция уряда, которая заперечивает проти снижения ренты, потому что не будет денег на субсидии. А мы говорим, давайте с другой стороны посмотрим на эту проблему. Если мы скасируем ренту, это уменьшается вартие видобутки газа, как наследок, меньше потреба в субсидиях. Потому что людям не нужно этих субсидий. И сегодня люди получают 200 кубов газа по пельговой цени. За эти 200 кубов газа можно только собачу будку обогреть. Поэтому мы полягаем на том, чтобы минимум 400 кубов по пельговой цени получали люди. И это даст возможность решить все проблемы с запалом. Складно, у вас выходит, но давайте к другим политическим темам. Ваш бывший однопартиец, экс-комбат батальона Луганск-1, Артем Витко, заявил, что вы получили 10 миллионов долларов за развал коалиции. Ну, вы, конечно же, скажете, что это неправда. Кстати, так и непонятно, а так вышел он из фракции или нет? Потому что он голосует от имени вашей фракции. А если мой коллега делает такие заявки, пожалуйста, у нас есть Генеральная прокуратура, правоохоронная ОРН, нехай расследуют, установят этот факт и притягивают до ответственности, когда есть. Безусловно, это все брехня. Все те корупционеры, которые купили Витко, сегодня рассказывают, знаете, кто больше кричит, держи злодей, а сам и злодей. Что до того, да, формально заяву сделал про выход, а паперы Грозьман не переоформил про выход, потому что Витко мае скласти мандат народного депутата в связи с выходом из фракции, а влада зацикавлена в том, чтобы в парламенте были тушки, поэтому они не дают возможности нам достигнуть решения про складывание мандата. Ну вот Витко, это одно из ваших разочарований, есть еще Мильничок. Во скольких еще людях, как вы говорите, ошиблись, предоставив им места в своих партийных... Питание не в том, что я помилился. Питание полягает в том, что нынешняя влада, так само, как и попередняя, пытаются сформировать большинство в парламенте за рахунок тушек, и поэтому они подкупывают народных депутатов, пробуют подкупить не лишь загаданных вами двоих, а и других народных депутатов пытаются подкупить. Кои они могут подкупить, залякуют, потому что сегодня радикальная партия есть в оппозиции до влады, мы не голосуем за те законы, которые уничтожают страну, которую предлагает влада, и поэтому сегодня влада пытается уничтожить нашу команду. Но наша команда держится, и мы безумовно переживем все эти трудности. Ну вот насколько болезненным оказался скандал с Масийчуком для вашей партии? Я думаю, по-перше, безумовно, это болезненно, потому что Масийчука посадили по беспределу. По-друге, я думаю, что сегодня вся страна понимает, что на самом деле, когда влада порушает против шести народных депутатов от радикальной партии криминальные справы, и рассказывает, что мы коррупционеры, в том числе и я, потому что и против меня порушена криминальная справа, то я думаю, что для всей страны очевидно, что это политическое замовление, а не боротьба с коррупцией. Это спроба переследовать оппозиционную политическую силу, которую есть радикальная партия. Не поэтому ли вы так активно включились в борьбу за коммунальные тарифы, за снижение? Нет, на самом деле мы боремся впродолжительного времени, и на пролитий жаль, влада не чует проблемы людей, а если бы они поездили так, как и я по людях, и почули, что для людей сегодня главная проблема, я думаю, что они бы реагировали совсем по-другому. На самом деле, когда миллионы людей сегодня получают копейчане пенсии, зарплаты, брать и раховать космические тарифы, это геноцид украинского народа, который проводит влада. Именно поэтому мы сегодня в оппозиции до этого курса. Спасибо. На вопрос событий отвечал лидер радикальной партии Олег Лешко.